Всем привет! Меня зовут Таня и я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Ну что, конец месяца, по традиции пустые баночки, все как всегда, моя несменная корзиночка. И сейчас буду вам рассказывать, что же в этом месяце у меня закончилось, и поделюсь своим уже окончательным впечатлением о каждом средстве. Поэтому, если вам данная тематика интересна, то, конечно, приглашаю вас к просмотру. Давайте, наверное, буду рандомно все доставать. Так, закончилась вот такая вот сыворотка для укрепления корней. Это у нас Юрасик СПА. Вот, она была такого болотного цвета. Вот, если честно, прям какого-то укрепления волос я не заметила. Вот сейчас вообще какой-то пошел такой период, когда волосопад, он такой пошел на спад. Вот, возможно, и повлияла эта сыворотка, но в любом случае ничего плохого она не сделала. Наносить ее нужно было после мытья волос на корне, вот, помассировать и оставить. То есть, применяла я вместе с маской, наносила сыворотку, наносила маску на волосы, так ходила и дальше смывала. Вот, пахло так отравками, в принципе, довольно приятно. Вот, но, повторюсь, опять-таки, ничего плохого для волос она не сделала. Так, дальше. Вот такой вот скраб для тела с молотым кофе от Микролис. Такой довольно маслянистый был скраб, густой такой вот он, да. Не скажу, что он прям сильно отшелушивал, то есть, я люблю такие скрабы более пожестче. Но он такой довольно приятный, и после него на коже оставалась такая маслянистость, вот, поэтому тем, кому не нравится это, вряд ли скраб такой зайдет. Ну, мне, в принципе, понравилось. Дальше вот такой вот фреш-крем для тела от Натура Сибирика. Посмотрите, это просто оформление, мне кажется, на 10 баллов из пяти. Оно очень классное. Крем приятно пахнет ягодками. Он классно питал кожу, даже увлажнял ее. То есть, ну, впитывался он не быстро. Он такой прям густенький был. Но аромат потрясающий. В принципе, как работает на коже, мне тоже очень сильно понравилось. Так, едем с вами дальше. В общем, вот такая вот жидкость для снятия лака. Стоит 31 рубль в пятерочке. У меня закончилась вот эта уже вторая она. Работает классно, слушайте, доступная, бюджетная. В общем, работает хорошо даже на лаках с блестками, поэтому вообще никаких претензий нет. Гель для умывания от Инжелим. Вот такой вот кислородный. Хватило его как раз-таки на 3 месяца года, но он 3 месяца после вскрытия. Говорит о том, что состав, в принципе, у него довольно приятный. Вот, мне очень нравился. Он очень нежный, очень деликатный. Так довольно тоже приятно, нежно пахнет какой-то, знаете, вот такой огуречной свежестью. Вот, значит, ну вот довольно достойный как бы гель. Стоит, по-моему, рублей 600. Вот, поэтому если не смущает вас цена, то рекомендую попробовать. Вот, и тоже гель для умывания, но этот раз это Рише. Он уже такой, знаете, очищает до скрипа. Вот, он такой был погуще. У него цвет такой коричнево-карамельный какой-то был. Вот, конечно же, все на упаковках на этих, да, остаются все отпечатки. Вот, значит, в принципе, гель мне тоже понравился. Но, опять-таки, если не любите ощущение, вот именно очищение до скрипа, то тогда не рекомендую его. Так, что же у нас дальше? Вот такая вот молочная маска для лица. Тоже это Микролиз. Она, по-моему, позиционирует себя, да, как с альгинатным эффектом. Ее не нужно замешивать. Она уже готовая такая кремовая. Ее нужно было нанести на кожу лица. Вот, можно использовать специальный активатор, но у меня его не было. На коже маска подсыхает, действительно начинает просто кожу стягивать. И, видимо, тем самым какой-то эффект подтягивания должен быть. Но у меня кожа еще не обвисшая, и как бы на ней нет сильных возрастных изменений. Но, в принципе, маска хорошая. То есть кожа после нее мягкая такая, на ощупь бархатистая. Ну, такая вот, действительно, в тонусе находится. Так, давайте дальше тогда по масочкам тоже пройдемся. Так, вот такая вот сопропелевая маска Клиник Дерм. Их я использовала три. Две предыдущие уже утащила в мусорку, выкинула. Вот, значит, маска на основе грязи. Такая, знаете, довольно специфическая, конечно, у нее цвет и текстура. Не пахнет прям неприятно, как другие маски с грязью. Вот, такая тоже довольно приятная. Вообще, она заявлена как для проблемной кожи. Моя кожа, как видите, она совершенно беспроблемная. Мне нравится, как она хорошо очищает. Кожу так даже тонизирует, делает ее прям такой плотненькой. Вот, не стягивает ничего. То есть маска, в принципе, довольно тоже приятная. Она продается в наборе по пять штучек. Вот набор из таких пяти тюбиков стоит две с половиной тысячи. И один такой тюбик рассчитан на одно применение. Ну, здесь гораздо больше средства, чем просто на лицо и на шею. То есть здесь даже еще остается. Поэтому, ну, не очень экономично получается, если честно. Моя любимая масочка от Эвелин закончилась. Вот такая вот черная с детокс-эффектом. Заявлено, что хватает ее на 12 процедур. Хватило больше, точно я вам могу сказать, потому что довольно экономично. Она классно очищает, не сушит, несмотря на то, что здесь глина. Она очень приятная такой консистенцией. Поэтому вот Эвелин бюджетно рекомендую. Стоит где-то в районе 300 рублей. Хватит надолго, опять-таки повторюсь. Закончилась вот такая вот пудровая маска. Это у нас Дом природы, да, крымская косметика. Она была в сухом состоянии. Ее нужно было разводить с водичкой. Или иногда я с тоником разводила. Пробовала даже разводить тонером корейским, густым. Но не очень получилось, потому что как-то вот плохо распределялось. Маска, значит, это питающая. Действительно, кожу очень напитывала. Прямо она такая вот, ну, как персик была на ощупь. Тоже очень классная. Могу посоветовать. Так, и давайте масочку тканевую. Вот такую вот покажу. Люке марка корейская. В общем, мне не очень она понравилась. Вот в синем оформлении классная маска. И, по-моему, в зеленом тоже у меня была. Мне тоже понравилась. Вот это вот ни о чем заявлено, как... Что здесь у нас? Ну, сокращение мимических морщин. Понятно, конечно же, нет. Что якобы она должна увлажнять, регенерировать кожу. В общем, ничего она не делает. Какая-то бесполезная штука, оказалась. Так, дальше сыворотка. Здесь у меня это рефреш. Вы посмотрите, такая милая. Она отличается от других сывороток тем, что она больше похожа, знаете, на какой-то такой жидкий крем. То есть она была белой по консистенции. Вот смотрите, видите, тут вот еще осталось немножечко. Но у меня где-то через две недели после начала применения перестал набирать как-то хорошо дозатор. И я просто вот набирала, да, и дальше вот уже как-то на кожу. Конечно, не очень гигиенично, но сама вот сыворотка мне очень понравилась. Я ее могла использовать даже без крема. Использовала утром. Вот кожу невероятно увлажняла. Делала прям такой гладкой, бархатистой. Вот прям очень классно. И даже сверху макияж сложился тоже хорошо. Ну и еще одна сыворотка вот такая от Елизаветки. Это у меня была с бифидобактериями. Она уже была как водичка. Здесь тоже вот такая пипетка была. Вот, ну что я могу сказать. В принципе, сыворотка приятная. Никаких изменений на лице я у себя не заметила. Вот, но верю, что все-таки какую-то пользу для кожи она давала. Она прям такая, знаете, была уже такая немножко больше водянистая, нелипкая. Вообще, в принципе, довольно приятная. Так, крем для глаз. Миксит вот такой. Вот здесь еще немножко осталось, но перестал работать дозатор. Вот, если честно, уже поднадоел крем. Где-то полгода, наверное, я использую. Но, в принципе, у него срок годности есть после вскрытия полгода. Каких-то тоже, знаете, вау-эффектов от него нет. Он просто хорошо увлажнял кожу под глазами. Вот, не перегружал ее. В принципе, в моем возрасте этого достаточно. Так, и тоже от Миксит. Здесь у меня вот такой вот блюр-крем. Осталось его тоже совсем-совсем чуть-чуть. Уже 6 месяцев после вскрытия прошло. Начал такой запах довольно неприятный появляться. Вот, решила его уже перестать использовать. То есть, там буквально, я не знаю, может быть, на недельке-две осталось его. Использовала утром. В нем такие, знаете, вот перламутровые частички, которые на лице не выглядят какими-то, знаете, крупными блестками. Просто кожа такая действительно преображалась. Очень классный. Поэтому вот мне кажется, что когда-нибудь все равно его повторю. И тоже от Миксит. Вот такой вот гель для лица с 3D-эффектом. Здесь прям, в общем, обещают нам невероятное омоложение. Ну, нет, конечно, ничего этого не произойдет. Какая-то здесь методика биоармирования лица. В общем, все красиво написано. Но на самом деле, по факту, это был просто такой гель. Очень легкий. На зиму, мне кажется, большинству девушек, там, женщин, он вообще не подойдет. Но моей нормальной коже он подошел. Использовала я его. Вот. Кто-то говорит, что он оставляет липкость, плохо впитывается. У меня этого ничего не было. Опять-таки подружились. Но вот прям без вау-эффекта. Так. Дальше. Вот такой вот бальзам. Это маловарня Романовых. Так. Лунный сахар, если я не забываюсь. Идеально просто на зиму. Он очень жирный, очень густенький. Прям такой вот классный. Очень мне понравился. Дальше. Очередная капсулка с хной для бровей. Беохена уже рассказывала. Очень крутая. И последний продукт, который у меня здесь остался. Это вот такой вот стик от Maybelline Super Stay. Он вот еще есть. То есть, собственно, это все, что было в упаковке. Вот. Приходил он мне на тестирование от Maybelline. Слушайте, ну это вот самое худшее, наверное, тональное средство, которое только у меня было. Я сейчас забуду про то, что оттенок мне не подходит. Его выслали рандомно. Это оттенок 0,25. Он прям желтый на мне. Но это полбеды. Я говорю, если опять-таки забыть про то, что это оттенок мне такой достался. Он подчеркивает на лице все, что только может быть. Даже того, чего у меня нет. У меня нет каких-то шелушений, понимаете, на коже. Но вот он их находит. Как он это делает, я не знаю. То есть, наносить его пробовала совершенно разными способами. Самый ужасный, кстати, это просто подушечками пальцев. Влажным спонжем еще как-то так более-менее. Но опять-таки пятнами сложно растушевать. А вот этим вот спонжиком, который есть, он, кстати, смотрите, пачкается. Просто выглядит. Потом и плохо вообще отмывается. Вот с него тут пылит все. И сам он неприятно пахнет. В общем, ну, гадость серьезная какая-то. Его вот этим спонжиком растушевать вообще невозможно. То есть, он просто вот так вот смазывает все с кожи. У вас получается пятна. В общем, может быть, врагу такой подарить и надо. Но у подружки и себе нет. Тем более здесь вот, ну, смотрите, на буквально 2 сантиметра этого тонального крема. Ну вот, смотрите, и стоит это от 500 до 700 рублей. За что? В общем-то, я не очень понимаю. Поэтому вот, бегите мимо вот этой штуки. Серьезно, это прям, ну, самое худшее, что у меня было за последнее время. Вот такие у меня были пустые баночки. Вот, если что-то тоже пробовали, обязательно пишите в комментариях. Ну, увидимся с вами в новых видео. Всем пока-пока!